Есть ли возможность системы сдерживания противовесов создать при капитализме такие институции, чтобы уничтожить саму возможность эксплуатации капиталом людей? Я уже в разных интерпретациях объясняла, как тут вообще о чем речь. Капитализм это тоже очень широкое понятие. Одно дело капитализм в России, другое в Штатах и третье в каких-нибудь скандинавских странах. Поэтому капитализм это же дело такое. В целом концепция такая. Есть такие активы, которыми можно управлять только совместно. А есть такие активы, которые можно нарезать на куски и раздать в индивидуальное пользование. Пусть себе народ спокойно конкурирует. Вот на тему того, что можно отдать в чисто частные руки, а что должно продолжать оставаться в общественной, государственной собственности. Или быть в каком-нибудь государственно-частном партнерстве. И идут все споры. И в зависимости от этого определяется, какой тип капитализма в конкретных странах. Вот как-то так. То есть надо смотреть на конкретный ресурс, на круг присваивателей, на алгоритмы локации плодов от этого ресурса. И уже по этому смотреть, как будет наиболее выгодно для общества. Самая печалька, если кто-то захватывает власть и начинает доить этот ресурс по беспределу, без каких-либо там признаков справедливости. Но опять-таки нельзя говорить в общем и в целом. Надо брать конкретный ресурс, конкретных присваивателей и анализировать конкретные алгоритмы. И вы сразу, будучи человеком непредвзятым, скажете справедливо это или нет. Если вы в теме и в доле, возможно ваш справедливый ометр как-нибудь собьется, засбоит. Но если вы объективный человек и ничего с этого не имеете и смотрите со стороны, вы стопудово скажете справедливое распределение или как.